Итак, у нас спикер сегодня заместитель Харьковского областного военного комиссара Юрий Колнушкин. Дадим 5 минут на выступление, потом ваше вопрос. Спасибо. Два вопроса. Первый – это краткое подведение итогов призыва на срочную военную службу и проведение шестой очереди частичной мобилизации. По первому вопросу. Плановое задание для Харьковской области по призыву на срочную военную службу составляло 1200 призывников необходимо было отправить. Плановое задание выполнено на 100%. Из этих 1200 призывников, которые были в составе команды, отправлены в воинские части. 30% – это другие воинские формирования Национальная гвардия Украины и Государственная специальная служба транспорта. И 70% – это воинские части Вооруженных сил Украины. Подводя краткий или делая краткий анализ, призыв «Весна-лето» 2015 года показал, что большое количество юношей призывного возраста нарушает правила воинского учета и не соблюдает требования закона о воинской обязанности военной службы. Конкретно два направления. Первое направление – это в течение 7 дней необходимо прибыть в военкомат при смене места жительства, места работы, места учебы и других учетных данных. В течение 7 дней призывники обязаны прибыть в районный военкомат, об этом сообщить для внесения учетных данных в личные дела призывников. Второе направление, по которому просматривалось нарушение – это неприбытие в военкомат после вступления в силу указа президента, независимо от того, получили повестки или нет, на протяжении 10 дней. Указ президента о проведении очередных призывов в 2015 году вступил в силу 1 апреля, до 10 апреля. Все юноши призывного возраста должны были прибыть в районные военкоматы и сообщить о всех изменениях, которые у них произошли. В том числе принести подтверждающие документы на право на срочку, на право прохождения альтернативной невоенной службы. Вот это вот первое направление. Второе направление – это уже из положительного. Несмотря все-таки на низкий военно-патриотический уровень, как я считаю на сегодняшний момент, на территории Харькова и Харьковской области, все-таки не единичные случаи были, когда призывники сами приходили и изъявляли желание проходить срочную военную службу. Могу привести примеры. Вот мы сейчас пишем благодарственные письма родителям, руководителям учебных заведений отдельных за все-таки гражданскую позицию, за те мероприятия, которые они проводят все-таки в военно-патриотическом воспитании. И вот я вспоминаю случай, когда представили на сборный пункт призывника, который не хотел служить, будем говорить так, хотя был годен по состоянию здоровья. Приехал его папа, две беседы, а он приходит в службу в зоне АТО, как раз был отпуск, буквально несколько бесед с сыном, и отношение к службе и желание, естественно, появилось, отношение поменялось на 180 градусов. Вот это положительное, отрицательное. Более глубокий анализ мы будем делать несколько позже, в частности в эту пятницу в Харьковской областной государственной администрации будут подведены итоги. Но я скажу, что практически все районные и городские призывные комиссии плановое задание выполнили, включая призывные комиссии районов города Харькова, кроме города Люботина, городская призывная комиссия и города Купенска. Значит, по городу Люботину процент выполнения порядка 80%, по городу Купенску там 75%. Эти призывные комиссии не выполнили плановое задание. Почему я говорю призывные комиссии? Потому что, опять же, согласно закону воинской обязанности и военной службы, за организацию проведения призыва на срочную военную службу отвечают во взаимодействии с военными комиссариатами. В первую очередь несут ответственность местные органы власти. Это о призыве на срочную военную службу. Также анализ проведения отправок команд молодого пополнения со сборного пункта показал, что определенные лица пытались дестабилизировать ситуацию на сборном пункте, используя, может, незнание родителей, используя определенный страх или боязнь, что их дети попадут в зону АТО. А я еще раз повторяю, что военнослужащие срочной службы исключительно будут проходить воинскую службу в частях постоянной дислокации, в зоне АТО и принимать участие, как бы они не хотели и не писали аэропорта, чтобы их туда отправили, они все равно туда не будут отправлены. Так вот, используя это незнание, используя боязнь, значит, была определенная дестабилизация в конце проведения призыва на срочную военную службу. Могу привести пример с одним из призывников, в частности, с его мамой. Когда у нас зашел автобус на сборный пункт для отправки команды, уже сформированной, с представителем воинской части, значит, они вызвали средства массовой информации, появились дополнительно до 40 близких родственников, вот, и требовали освободить их призывника, опять же, освободить, понимаете, вопрос вот так вот стоит. Когда ему предоставили, дали увольнительную, он ушел в увольнение на неделю, с увольнения он не прибыл. Документов, подтверждающих право на отсрочку, не предоставил, или документов, подтверждающих сомнения медицинских комиссий о том, что он годен или не годен, не предоставил. И в последние дни представителям военкомата пришлось прибыть домой рано утром, взять призывника и предоставить на сборный пункт. Вот в беседе со мной я говорю, а почему вы не прибыли с увольнения, вам же дали возможность неделю или 10 дней, сейчас точно не помню. Ну, ответ был самый простой и наивный, я еще не нагулялся, ну, он был с девушкой, как я уже, наверное, говорил, сомнительного поведения, и был отправлен в войска. Поэтому, я хочу сказать, может быть, не информированность, не знание, а я хочу сказать, после этого я общался и с родителями призывников, которых мы отправили, и с близкими родственниками, у них впечатление было то, что прямо вот оповещают и отправляют в зону АТО. Я им спокойно все это рассказал, объяснил. Также необходимо отметить, что по всем проблемным вопросам, которые возникали во время отправок, в частности, это последняя инстанция, это сборный пункт, непосредственно отправка команд молодого пополнения в воинские части, значит, по каждому конкретно случаю происходили уточнения, предоставление необходимых документов, и после предоставления этих документов призывников отправляли в районные военкоматы, и отправка их войска не осуществлялась. Приведу пример. Значит, на протяжении полутора недель на территории сборного пункта находились ребята, мы их не отправляли, которые заявляли, что они состоят в религиозных организациях, которые имеют право проходить альтернативную невоенную службу. Ни одного из них не было подтверждающего документа. После того, как они предоставили эти документы аналогично, значит, они были отправлены в районные военкоматы для уточнения необходимых данных и для дальнейшего прохождения альтернативной невоенной службы. То же самое касается, вот я сейчас вспоминаю, призывника, который женат, и у которого жена беременная. То есть эта категория призывников пользуется правом на отсрочку, но никаких документов о том, что он состоит в браке, и о том, что его супруга находится в положении не было. После предоставления этих документов, естественно, он не был отправлен в войска. То есть таких моментов очень много было, вот особенно в конце проведения призыва. Ну, призыв выполнен. Я благодарен всем, в первую очередь, родителям, близким, родственникам, уже военнослужащих, которые проходят службу. За их понимание, за их все-таки патриотическое воспитание, начиная с семьи, благодарен, в частности, директору машиностроительного техникума. Вот мы пишем ему тоже слова благодарности за то, что дали возможность сдать экзамен. И студенты этого колледжа призывались и были отправлены в войска. Есть и отрицательные примеры, но об этом мы более детально будем говорить. Это касается руководителей учебных заведений первого, второго уровня аккредитации. Мы будем говорить отдельно в областной, Харьковской областной государственной администрации. Второй вопрос – это проведение шестой очереди частичной мобилизации на территории Харьковской области. Шестая очередь, как и четвертая и пятая, разделены на несколько этапов. Первый этап – это оповещение и прохождение медицинской комиссии, уточнение учетных данных. При положительном принятии решения, то есть если военнообязанный годен по состоянию здоровья, если его военно-учетная специальность необходима для частей, которые мы комплектуем, то начиная с 9 июля эта категория военнообязанных, рядовой, сержантский и офицеры запаса будут отправляться. Но отправляться они будут, это отличие этих мобилизаций от прошлогодних, опять же таки в высшие учебные заведения, это офицеры запаса, по военно-учетным специальностям, в учебные части и учебные полигоны, это для рядового и сержантского состава, где в течение месяца они будут проходить теоретическую и практическую подготовку. После этого они будут отправлены для комплектования воинских частей. И после боевого слаживания часть или подразделение уже будет приступать к той задаче, которая стоит конкретно для этой воинской части. Отправлять мы будем в части вооруженных сил Украины, в Национальную гвардию Украины, в Государственную пограничную службу. Поэтому, учитывая недостатки, проанализировав недостатки четвертой и пятой очереди, принято было ряд изменений. В частности, прохождение медкомиссии осуществляется в районном военкомате, но сдача всех необходимых анализов в областном, на сборном пункте, где на сегодняшний момент работают несколько лабораторий. Передвижная лаборатория по флюорографии, которая делает снимки, проверяет, и электрокардиограмму делает. Поэтому сейчас нет необходимости с районного военкомата, особенно это касается районных военкоматов Харьковской области, отправлять в районную больницу или отправлять в город Харьков для проведения этих анализов. Все это делается на месте, и в течение суток анализы практически, которые необходимы для военнообязанных, готовы. После уже положительных результатов, если нет никаких отклонений, эта категория военнообязанных будет отправляться в войска. Хочу обратиться и к военнообязанным, и к их родственникам, что не все военнообязанные попадут в зону АТО. Не все. Потому что там очень много специальностей, которые занимаются военноучетными специальностями, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности воинских частей, обеспечением боевого процесса и так далее. И опять же таки, те, которые попадут даже в зону АТО, сразу они не будут на первой линии. Происходит определенное время, адаптационный период, когда военнослужащие привыкают к ситуации, изучают ее конкретно в той или иной местности. И только после этого они при, опять же, положительном результате, командиры подразделений разного уровня определяют, может этот военнослужащий или не может выполнять поставленную задачу на первой линии. Только после этого они попадают на первую линию. Вот если коротко по этим двум вопросам. Спасибо. Прихожу к вопросу. Олег Кашпавлов, на прошлой пресс-конференции вы обещали на содействие к освобождению молодёра Дмитрия, который был осуждён якобы за упоминание от мальчатой службы. Какие меры были приняты, что удалось сделать и на свободе ли ты сейчас? Вот смотрите, с прошлой конференции, до этой конференции, я ждавал всем телефоны свои, все его знают, полхарькова, никто мне не звонил. Совершенно никто не звонил. Вот буквально перед началом пресс-конференции сейчас подошли, ко мне адвокат подошёл и ещё один человек подошёл. Сегодня мы договорились встретиться с нашим, во-первых, юристом областного военкомата и наметить пути оказания ему помощи. Вот сколько времени прошло, да? Прошло, наверное, там две или три недели с того момента. Но я ещё раз говорю. Вы понимаете, в этой ситуации первое, значит, всё-таки требования законодательной базы распространяются на всех, и на волонтёров в том числе. Но берём какой-то единичный специфический случай. Вот тогда я тоже задавал вопрос, почему этот волонтёр Дмитрий не обратился в вышестоящий штаб областной военкомат или к волонтёрским организациям. Вот прошёл промежуток времени довольно-таки, ну, две-три недели, я постоянно нахожусь на рабочем месте. Ну, может быть, куда-то там выезжаю по делам службы и так далее. Но, тем не менее, телефон доступен. Но только сегодня, перед пресс-конференцией, ко мне подошёл адвокат. Я, конечно, буду принимать все меры для того, чтобы оказать ему помощь. Спасибо. Сергей Алексеевич, 112 Украина. Скажите, пожалуйста, во все времена, начиная ещё с этих времен, приказ министра обороны, сейчас приказ президента Украины о начале мобилизации, это вводная для военкомата, которая организует написание повесток, доставку их повесток и после этого по повестке президент обязан явиться военкомат. Сейчас он говорит о том, что президент обязан явиться военкомат независимо от того, пришла повестка или не пришла. Это какие-то новые правила, это какой-то новый закон? Смотрите, закон о воинской обязанности и военной службе. Я не помню, какие были законы в советское время, честно скажу, потому что я не занимался и не служил в системе военкоматов, а проходил службу в разных воинских частях, на разных территориях, тогда ещё Советского Союза. Но там чётко всё прописано. С 1991 года действует закон, когда Украина стала независимой. Есть, вносились определённые Верховным Советом изменения в этот закон, но там всё прописано. Понимаете, закон же не я принимаю, принимают депутаты Верховного Совета. И то, что написано в законе, это является выполнением для нас, граждан, этого закона требований. Поэтому, если бы я сказал, что это я придумал, что независимо от того, пришла повестка или не пришла, должны явиться. Это чётко написано в законе. Поэтому то, что написано в этом законе и в других законах, все граждане Украины, в том числе и волонтеры, должны выполнять. Продолжение следует... Как вы тогда на пресс-конференции выяснили, что нетрадиционных мест для призыва мобилизации и т.д. Кто надавал цей наказ? Отвечаю на вопрос. Ну, как вы говорите, хватало. Вот много вопросов задержали. Незаконно находились на территории сборного пункта на протяжении двух-трёх дней. Значит, давайте начнём всё-таки с того, что определённое количество призывников не выполняет требования закона. Это первое. Второе. Ни в одном законодательном документе не написано, каким образом происходит оповещение и где оно должно происходить. Это второй момент. Второй момент так. И третий. Вот я отвечаю тоже, может быть, на вопросы других журналистов. Вот незаконное содержание на сборном пункте. Значит, согласно руководящих документов, но уже Министерства обороны, формирование команды призывников происходит за двое-трое суток. Вот за трое суток приезжает представитель воинской части. И на протяжении двух-трёх суток он работает с теми призывниками, которые предназначены в команду. За это время ещё не было идеального случая, когда представитель воинской части, вот образно 20 человек команда, ему дали 20 человек, и он всех 20 человек сказал, все они ко мне подходят. Нет, конечно. Он говорит, вот этот не подходит по морально-деловым качествам, вот это по состоянию здоровья, это характеристика отрицательная со школы. Понимаете? Это первое. То есть идёт на протяжении этого времени изучение личного дела, индивидуальная беседа с каждым, профессионально-психологический отбор на сборном пункте производится. Ну и третье, это всё-таки проверка физической подготовки. Кто сколько подтягивается, отжимается, за какое время там бежит 100 метров. Понимаете? И те мероприятия, которые проводились по розыску совместные, военкоматов и представителей РОВД, я не хочу сказать, что это захват. Это не захват. Понимаете? Если бы, вот давайте так, ну как, давайте мы лучше говорить о другом, и делать, и принимать те меры для того, чтобы знали близкие родственники, призывники, первое, что они не будут проходить службу в АТО, чего они боятся, я не знаю, как будто на войну отправляем. Я вот беседовал последнюю неделю, каждый раз я выходил за КПП и беседовал с родителями. Второе, давайте делать какие-то, ну, мероприятия проводить, чтобы они выполняли призывники, требования закона и сами приходили, тогда не будет таких ситуаций. Понимаете? Это следующий момент. И еще один момент. Я еще раз повторяю. 15-й год, это даже не 14-й, и даже не 13-й, не 12-й, не 10-й. Вы помните призывы на срочную военную службу, там, 10-й, 11-й, 12-й год, когда было желающих, ну, просто большое количество. Это говорит о низком профессиональном, военно-патриотическом уровне, по-третьей, о гражданской позиции. Давайте мы лучше работать в этом направлении, чтобы на осеннем призыве, с момента вступления указа президента, это будет 1 октября, все призывники, которые должны прийти, пришли и сказали, вот, пожалуйста, вот документ, который подтверждает право на отсрочку, по семейным обстоятельствам, для продолжения учебы, или, допустим, какие-то документы, которые подтверждают, что человек или призывник действительно болен. А мы сейчас говорим о том, что хватали, не хватали. Потом опять возникает вопрос, я же говорю, что они не будут в зоне АТО, но они прибывают на комплектование, призывники прибывают на комплектование воинских частей. То есть те военнослужащие, контрактники или кадровые офицеры освобождаются, но в первую очередь это рядовой сержантский состав, и убывают в зону АТО для выполнения задач. Ну, это контрактники, это добровольно выбрали военную профессию, но в воинской части надо же выполнять те задачи и обеспечивать жизнедеятельность в воинской части, охранять технику, боеприпасы и так далее, нести кому-то дежурство. Так давайте, кто вот это будет делать? Понимаете, мы вопрос стоим, там захватывают, незаконно держат, так в конце концов у нас все-таки особый период. Антитеррористическая операция проводится на территории Луганской и Донецкой области. Но кто это должен делать? Мы слышим не только от призывников и военнообязанных, вот если назреет такая ситуация на территории Харьковской области, мы все дружно, так это элементарно, она может, такая ситуация сложиться. Давайте не допускать до такой ситуации на территории Харькова и Харьковской области. А это зависит от каждого из нас, начиная от призывника, его близких, родственников, заканчивая военнослужащими, в том числе и журналисты, которые должны наоборот говорить о том, что сейчас создалась ситуация, когда защищая, но это не касается срочной службы, находясь в зоне АТО, мы защищаем всю остальную Украину, чтобы это не было той ситуацией на территории других, по крайней мере, приграничных областей, в том числе Харьковская. Поэтому тут говорить о том, приказ, это, я еще раз говорю, в законе написано. Я не прошу, потому что, когда мы говорили о подобной ситуации, но мы говорили не только, что это ДЕСА, а российская, мы говорили, что это не законно, и до этого никто не будет использоваться. Мы говорим про европейскую державу, яка выполняет засады права людей, и так далее, на что спираются пропозиции, они говорят, что была порушена Конституция, далее закони, где, до речи, так само не написано, что могут позволить себе так брать людей. Ну, такая ситуация. Правильно. Значит, мы стремимся в Евросоюз, правильно, Украина? Мы должны действовать, ну, начинаем с простого. Мы должны выполнять сначала всю законодательную базу, все требования законов Украины. Согласны? Так как мы можем стремиться в Европу, если вот призыв на срочную военную службу показал, я не хочу сказать, что это большинство, но были такие моменты, и не единичные моменты, когда со стороны призывников, в частности, ну, это касается и военнообязанных, не выполняются законы Украины. Так давайте мы сначала добьемся для того, чтобы мы выполняли требования законов Украины, правильно? И только потом мы можем говорить о том, что Украина – это государство, которое стремится и достойно быть в Евросоюзе. Поэтому... Дай, пожалуйста. Моя Варвара, как раз, у нас Украина. Продолжение, точнее, уточнение. Вы, получается, ваше слово, ну, как я это понимаю, то перекладываете ответственность своей коматы на призывников и на нас, на журналистов в том числе. В данном случае, поясните мне, пожалуйста, какую работу произвели военкоматы для того, чтобы обвести людей, успокоить людей, объяснить, что сейчас закон работает так, потому что только хватает людей на лицах, выглядели как причины. Это мой первый вопрос, старший, и еще один. Это не есть слова, это слова правосохранительства, чтобы вы не говорили, что земли... Значит, смотрите, все призывники, которые были доставлены в районные военкоматы, так, на всех были выписаны повестки, и эти повестки вручены, но опять по разным причинам. Их опустили в почтовый ящик. Вы же прекрасно знаете, что многие не открывают двери, многие прячутся, не находятся ни по месту работы, ни по месту учебы, ни по месту жительства. То есть на каждого из них больше, чем на, наверное, две с половиной тысячи призывников были выписаны повестки. Это первое. То есть военкоматы районные пытались и оповещали повестками призывников. Это первое. Но я опять же возвращаюсь к закону, где написано там, независимо от того, пришла или не пришла повестка, они должны явиться. Вот я не перекладываю ответственности с военкоматой ни в коем мере. Ни в коем мере. За каждого призывника, который был отправлен, войска, их 1200, я уже сказал, ответственность, ну, в первую очередь, несу я. И районные военкомы. Я ни в коем случае... Первая команда, чтобы разъяснить вот этот закон о людям из одного возраста. Значит, смотрите, буквально, ну, давайте говорить об этом. Значит, выступление должностных лиц в средствах массовой информации. Это первое. На впечатных изданиях. Следующий момент. Если вы обратили внимание в метро, висели плакаты. Первая половина касалась информационно-патриотического характера. Первая половина касалась мобилизации. Вторая половина касалась призыва на срочную службу. Одним из пунктов проходило то, что они не будут проходить службу в зоне АТО. Дальше. В электричках. Следующий момент. Проходили бегущая строка по некоторым региональным каналам. Поэтому, ну, максимум, что можно было сделать. Ну, я думаю, что это вообще должна быть система. И мы начинаем уже, вот призыв закончился, работать в учебных заведениях. Начиная со школ и выше. Для того, чтобы разъяснить, что такое срочная военная служба, условия, правила, отсрочки кто имеет. И где они будут проходить службу. Поэтому, ну, поверьте, я не знаю, наверное, недели нет, чтобы я где-то, лично я не выступал. И не говорил об этом. понимаете, ну, как можно еще довести до жителей Харькова и Харьковской области, что не на войну отправляют призывников. Поэтому, ну, максимально, что мы могли, то мы сделали. И будем дальше продолжать. Я вижу какие-то определенные недостатки в этой информационной работе. Более широко нужно привлекать, опять же, и преподавателей учебных заведений, в первую очередь. Потому что, вот, опять же, призыв показал, одни руководители учебных заведений относятся патриотично, другие, значит, ну, будем говорить так, с закрытыми глазами к этому отнеслись. Поэтому, естественно, будем дальше работать. Ответственности никто не снимает, я с себя не снимаю от ответственности с районных военкоматов, с должностных лиц, отдела, областного военкомата. Где сейчас находятся те люди, которых сейчас, прямо у зол, зол посадили в микроавтобус, везли на областной, призывной, я не забываю, как это называется, все эти, да? Нет, сборная, ну, там, и их родители говорили, что эти мальчики находятся в Василькове, в военной части. Часть из этих молодых людей были белобилетниками, подтвержденными, но почему-то оказались здоровы. Что сейчас с этими молодыми людьми, где они находятся, и как вообще стоит дело с передонсинами? Перед тем, как отправить призывников в воинскую часть, минимум, они проходили комиссию на сборном пункте. Тогда почему они оказались... А потому, что я Вам рассказываю, ну, смотрите, они проходили медицинскую комиссию. Согласно приказу министра обороны 402 о медицинском освидетельности вооруженных силах Украины, да, в течение 5 лет с момента, когда их признали негодными по состоянию здоровья, должны провести медицинское переосвидетельствование. И вот та категория, которых после медицинского переосвидетельствования признали годными, их отправили служить. Те, которые были признаны негодными, они не служат. Валерий Курбек с неязычными проблемами секции оказался в военной части МСФО. Его мать написала заявление в военную прокуратуру, и отсюда на следующий вопрос. Я знаю, что военная прокуратура посещали на прошлом деле проверку в областном военкомате на данные действия. Прогомментируйте, пожалуйста. Значит, незаконные действия со стороны областной медицинской комиссии и должностных лиц областного военкомата, будем говорить, на сегодняшний момент не обнаружено. Есть определенные жалобы, по которым мы разбираемся, проводим расследования и докладываем в военные результаты расследования, в военную прокуратуру непосредственно тем лицам, которые написали эти жалобы. Проверка уже окончена? Нет, проверка продолжается. Проверка продолжается. Я думаю, что еще определенное время будет продолжаться проверка, потому что по каждому случаю мы уточняем, начиная с момента прохождения медицинской комиссии в районном военкомате, в областном военкомате. Я еще раз говорю, состав врачей-специалистов областной медицинской комиссии довольно-таки высокий. Вот практически все врачи-специалисты с опытом работы практически большим. Из них два врача, это военные врачи, офицеры. Поэтому, когда после прохождения медкомиссии даже были моменты, когда вот 50 на 50 признать годным, негодным, подходили эти врачи и говорили, товарищ полковник, отправлять нельзя. И мы эту категорию не отправляли. Но были и другие случаи, когда мы устанавливали при проведении повторного медосмотра, обследования, устанавливали, что в прошлом, позапрошлом и позапрошлом годах акты, по которым признавались призывники негодными, они не соответствуют действительности. Помните, совершенно разные диагнозы. Эти материалы мы сейчас будем тоже в правоохранительные органы передавать. То есть, каким образом получилось так, что 2-3 года назад его признали призывника того или другого, это правда единичные случаи, но они есть, признали негодным, когда реально он годен. Когда мы начинаем смотреть акты, акты тоже, будем говорить так, очень сомнительные. Такие случаи тоже были. Если, проверка, были заявления о том, что медицинская документация подделывалась прямо на вот это, который скидлит на пункт. У меня есть свидетельство. На спорном пункте. Да, на спорном пункте. Если, вот так родится, факт подделки этих медицинских документов, да, и больных, молодых людей отправили в военную часть, выпустят ли их оттуда, они уже не в свою службу, а уже, по идее, вот, 20-го. Первое, если подтвердятся такие факты, должностные лица, которые отвечают за то или иное направление, будут очень строго наказаны. Раз. Второе, при прибытии в воинскую часть они дополнительно проходят, особенно в учебной части, вы говорите, Васильков, Десна, Полтава, так они проходят дополнительно медицинский осмотр. Вот у нас один факт, есть один факт, когда прибыл призывник в Десну и через три дня ему стало плохо и начали проводить расследование, но там сейчас пока он лежит в госпитале военном, если факт подтвердится, что он признает его негодным, то, естественно, будет проведено расследование и врачи, которые признали его угодным, тот или иной врач-специалист понесут ответственность очень серьезно, включая и гражданских врачей-специалистов. Можем ли вы рассчитывать на то, что когда захочется перед коллегами про предприятие информации на ваш комментарий? Конечно, безусловно. Я открыт для всех и, как вы говорите, ответственность перекладываю. Я не перекладываю ответственность ни на журналистов, ни на другие структуры. Полностью готов к общению. Первый этап оповещения сейчас прошел, но, будем говорить, нетрадиционные методы вручения повесток не только по месту работы, учебы и месту жительства. По месту жительства это вообще результат не дает. Я думаю, что мы не будем до этого доходить, но больше будем проводить разъяснительную работу. Начиная с сегодняшнего дня должностные лица областного военкомата сейчас начинают выступать в средствах массовой информации, на ярмарках, вакансиях, в центрах занятости, начиная от области и заканчивая городским. Центром занятости еще раз объяснять социальные гарантии, права, льготы, денежное обеспечение военнообязанных, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации. То есть, больше информации давать, потому что, если говорить, допустим, об офицерах запаса, зарплата в районе от 4 до 6 тысяч на сегодня в Харьковской области, это проблема, я хочу сказать, и найти такую зарплату очень тяжело, а быть призванным по мобилизации и со всем сохранением для определенной категории пенсии, с сохранением рабочего места и средней заработной платы, определенных льгот, возможно, один из выходов в этой ситуации для офицеров запаса. Из ваших слов, я зрозумію, что скорее всего не будет, но, как показывает практика, первая, вторая, третья, четвертая, и пятая мобилизации план не был выкинан. Только за раконом таких методов вы сегодня вы уже сказали 100%. Смотрите, давайте мы не будем путать мобилизацию и призыв на срочную службу, правда, и там, и там призыв, только там на военную службу по мобилизации, здесь призыв на срочную военную службу. Значит, ну, я уточняю, первая, вторая и третья были выполнены на 100%, это те, которые проходили в прошлом году. Значит, четвертая на 75% выполнена, пятая выполнена порядка 53-54%, сейчас шестая очередь. Поэтому, как вам сказать, мы, ну, не только мы, а все государственные структуры, в первую очередь, военкомат, заинтересованы в выполнении на 100%, но отличия между призывом на срочную службу и мобилизацией, конечно, существенные есть. И до вот этих методов, как вы говорите, я думаю, что мы все-таки акцент сделаем на больше на разъяснительную работу, на патриотическое, может быть, воспитание или обращение к патриотическим чувствам Харьковчан и Харькова и Харьковской области. Как военнообязанные больше, да, мобилизованные. Значит, у меня точной информации нет, но я знаю все, кому вручили повестки, прибыли в районные военкоматы. И вот возникает опять же таки. В связи у кого-то есть отсрочка по семейным обстоятельствам, трое детей, кто-то стоит на спецучете, кто-то признан негодным по состоянию здоровья. То есть на сегодняшний момент я могу сказать, что пока еще ни один депутат не отправлен, но тут по разным, по нескольким причинам, потому что отправки еще не начались, но и готовность их к отправке я сейчас сказать не могу, но пока, наверное, ни один депутат пока не готов. То есть у каждого, ну не у каждого, а вот то, что я знаю, или есть право на отсрочку по семейным обстоятельствам, или признан негодным по состоянию здоровья, или же стоит на спецучете, но это забронирован, будем говорить так. но работа эта продолжается, поэтому в принципе Вы говорите вот именно об этих проекте, которым была вручена поездка. Ну там не троим, там больше, чем троим вручили поездки. По крайней мере, явилось больше, чем три в районную военкоматуру. А сколько там 12 человек, по-моему? 11. Вот, 11. Ну, явилось, по моим данным, порядка 8 человек явилось. Вот часть из них проходит медкомиссию, ну, по другой части, я вам сказал, трое детей. Часть все-таки участия, остается шанс быть мобилизованным. Конечно. А второй вопрос у меня касается целой ситуации. Можете привести данные, если они у Вас есть. Сколько депутатов было мобилизовано не только городского совета, областного совета тоже. Мы знаем, что обручали поездку к как минимуму моим депутатам областного совета, чем там все закончилось. И, ну, в целом, по Харькову, Харьковской области дать картину. А люди с депутатскими мандатами и люди, которые занимают продолжительность в исполнительной власти. Часть должностных лиц, которые являются депутатами городского областного совета, все-таки согласно постановлению о постановке на спецучете или бронированию, находятся на спецучете. Часть это женщины. Так, часть имеет право на отсрочки. Часть подлежат призыву. Эта работа в принципе началась совсем недавно. Эта работа началась с депутатов городского совета. Сейчас отрабатываются списки, уточняются данные по депутатам областного совета. Думаю, в ближайшее время и депутатам областного совета будут вручены или по месту жительства, или по месту работы повестки. Поэтому, если бы эта работа проводилась с начала года, то я бы искал какой-то результат. Но на сегодня часть депутатов в принципе готовы к отправке. Я думаю, что будут готовы. То есть возраст, состояние здоровья и семейные обстоятельства позволяют призывать их на военную службу по мобилизации. А вы можете сказать, что это было? Мне тяжело сейчас сказать, потому что я вам честно скажу, что я занимался сейчас призывом на срочную военную службу и только после окончания сейчас подключился к вопросам мобилизации. И последний у меня вопрос касается так называемой уличной мобилизации, уличного призыва. Игорь Райнер встречаясь с журналистами сказал, что он дал приказ своим комам отказаться от этой практики. И он дал понять, что считать ее не совсем закон. Можете ли вы как-то организовать? Конечно. Глава Харьковской областной государственной администрации дал интервью и высказал свою точку зрения. Поскольку и призыв на срочную военную службу, и проведение призыва по мобилизации проводятся в тесном взаимодействии с местными органами власти, поэтому его мнение естественно учтено и таких, как я сказал уже журналисту, таких моментов мы будем стараться не допускать. не допускать. По крайней мере, ну, просто уточнять личность, вручать повестку, возможно, для прибытия в военкомат, но, допустим, не доставку его в районный военкомат. А там все-таки будете на улице уточнять? Уточнять будем, но доставлять в районный военкомат не будем. Уточнили, да, это военно обязанность такого-то военкомата. Вручили повестку, допустим, прибыть там через неделю или через две. Но я приблизительно догадываюсь, что 50% минимум точно не прибудет, но я еще раз говорю, мнение главы Харьковской областной государственной администрации очень важно, очень важно и оно будет безусловно и безукоснительно выполнено. Спасибо. Вы на вселенную правду здесь. Хотелось бы уточнить вас специалистам в штабе мобилизации. Как уж будет взорная АТО? У нас все-таки перемирие, тем не менее, помню ждать. Значит, специалисты, в принципе, тех военно-учетных специальностей, которые мы призывали и по 4-й, по 5-й и сейчас по 6-й, это в основном военно-учетные специальности сухопутных войск, воздушных сил, это водители машин, БТР, БМП, танков, операторы зенитных установок, стрелки, снайперы, то есть вот эти вот самые простые специальности, которые на сегодняшний момент необходимы, будем говорить, для выполнения задач, которые стоят перед воинскими частями. появились дополнительно еще небольшое количество военнообязанных летного и технического состава, которые обеспечивают полеты авиации. Юрий Леонидович, хотела бы уточнить по демобилизации. Если 6-ю волну набираем, соответственно, кому-то там готовится к демобилизации. Когда она стартует, когда ребята уже вернутся домой? Где-то в ближайшее время будет указ президента о проведении третьей демобилизации. Вот и те военнослужащие, которые выслужили, ну я так ориентировочно говорю, вот, они будут подлежать демобилизации, как и при проведении первой, второй демобилизации. Вот, поэтому, я думаю, где-то в ближайшее время будет третья демобилизация. Скорее всего, это будет где-то в августе. в августе, да. О каких-то цифрах по шестой мобилизации можем говорить? Либо это ... Ну, давайте мы пока не будем говорить, потому что мы раньше говорили, раскрывали эти цифры, но сделали замечание, что эти цифры нежелательны для общего пользования. Вот. Еще вы говорили о том, что по шестой мобилизации будет большая часть людей не отправляться в зону, а то где-то обеспечением заниматься. Какие там специальности нужны по обеспечению, в каких частях будут служить гереганты? Ну, это в первую очередь есть определенная категория небольшая, это все-таки медики, офицеры запаса, потом специальности, это которые ремонт автомобильной техники, ремонт вооружения, дальше в том числе автомобильной техники, как я сказал, боевой техники, а следующее это военно-учетные специальности, которые необходимы для арсеналов, складов, техники, вооружения и боеприпасов. Поэтому вот это вот направление. Это направление, поэтому довольно-таки большое количество военнообязанных именно будет призываться по этим военно-учетным специальностям. Если они даже и будут в зоне АТО, то они будут аж на пятой на шестой линии, то есть далеко от линии разграничений, если так можно называть. В процентном соотношении не можете сказать от общего призыва это там четвертая часть, третья, Нет, я не могу сказать. Спасибо. Уточняю, еще вопрос сочнений о ваших коллегах по поводу двухмерных демобилизаций. Можете ли назвать общее количество людей, которые должны наслаждать Пасховскую область и что обстоит у вас получение в теме статуса участников боевых действий? Какая часть из них была в зоне боевых действий и какая часть из них получила статуса? Во время во время демобилизации демобилизовано более трех тысяч военнослужащих будем считать так. Из них процентов 25 находились в зоне АТО. 25 процентов где-то приблизительно так. Остальные в зоне АТО не были. Вопрос получения статуса участника боевых действий и удостоверения на сегодняшний момент упрощен и то, что касается вооруженных сил Украины решается комиссией областного военкомата. Если до последнего момента эта комиссия опять же в отношении тех военнослужащих, которые не смогли по каким-то причинам оформить и предоставить сначала документы и оформить статус участника боевых действий непосредственно в части, а основное количество военнослужащих все-таки воинской части оформляли, но я говорю есть небольшое количество которые не смогли по разным причинам не предоставили документы не оформили документы то комиссия областного военкомата при наличии документов устанавливает статус и выдает удостоверение участника боевых действий раньше это было через оперативное командование межведомственную комиссию Министерства обороны и только эта комиссия определяла статус и выписка решения этой комиссии приходила в областной военкомат и только после этого мы вызывали военнообязанных уже после демобилизации и вручали эти удостоверения сейчас этот процесс по крайней мере по линии Министерства обороны упрощен единственное еще раз повторяю что приходят уже военнообязанные которые демобилизованы и предоставляют документы не в полном объеме этой комиссии приходится делать запросы в воинские части где они проходили службу для того чтобы они предоставили необходимые документы я скажу если в процентном отношении процента 85% получила остальные находятся на стадии оформления документов есть еще уточнение я хотела позвониться до депутатов обычно заявлял буквально в посаде Иван Вашингт что он проходил в комиссии и должен выйти в армии а теперь депутат в основном параде у него не может сказать как закончилось там получилась насколько мне память не извиняет военноучетная специальность которого у него есть во время проведения первой и второй мобилизации она была просто не нужна насколько мне память не изменяет он прибыл добросовестно прошел комиссию был признан годным и другое что до местных депутатов этого же дня буквально депутаты не приховывали что это манна была листала потому велика ну взагалі дивно все это виглядало оскільки військоматах знали что у нас есть броня и знали так само что у одного депутата три дитини у другого четыре дитини а кто рад всех депутатов как складалось эти списки для улучшения ну и че це якось так было задумано задумано нет конечно нет значит это говорит о том что опять что и депутаты городского совета не вовремя прибывают в районной военкомат где они стоят на воинском учете и не предоставляют те данные родился второй ребенок что нужно сделать в течение семи дней принести справку копию свидетельства рождения родился третий ребенок аналогично в связи с тем что этой информации в районных военкоматах не было поэтому и вручали повестки тем депутатам у которых есть право на срочку по семейным обстоятельствам информация по если не ошибаюсь по одному депутату который был признан неодным по состоянию здоровья но тоже определилась во время прохождения медицинской комиссии и по спецучету если я не ошибаюсь у меня по каждому депутату нет просто информации о том что он находится на спецучете с места работы возможно не дошли данные что он был забронирован возможно это ошибка районного военкомата я не могу сейчас сказать у меня данные только по одному есть что он находился на спецучете тем кому вручали повестки есть еще вопросы мне я хочу подключить дозор в сентябре октябре заканчивается полгода после первой волны демобилизации и вы сказали что предыдущая волна по частичной мобилизации выполнена не в полном объеме и практически не хватает призывников для мобилизации какие скажем так вот те люди которые демобилизовались по первой волне да насколько вы рассчитываете на них при осеннем мобилизации значит ну на эту категорию военнообязанных которые были демобилизованы во время первой и второй мы не рассчитываем мы на них не рассчитываем во первых в течение трех месяцев они не подлежат призывам по мобилизации это первое во вторых эта категория военнообязанных зачисляется в так называемый оперативный резерв оперативный резерв что это значит значит если военнослужащий проходил в той или иной воинской части военную службу особенно в зоне АТО получил боевой опыт практический теоретический и так далее то он составляет ценность для этой воинской части и он зачисляется в первую очередь воинской частью а если эта воинская часть не сделала то районным военкоматом куда становится он на воинский учет так называемый оперативный резерв то есть при ухудшении ситуации при обострении ситуации эта категория будет через военкоматы воинской частью призываться на эту же должность в эту же воинскую часть поэтому смысла их сейчас призывать по мобилизации конечно есть добровольцы есть эту категорию мы призываем которые уже как я вам сказать не может быть не могут без этого без армии без службы они за год поняли что это их вот они добровольно идут эта категория призывается ну а большинство конечно вот они находятся в оперативном резерве то есть нецелесообразно проводить их призыв по мобилизации поскольку они закреплены за той или иной воинской частью на случай как я сказал обострения ситуации есть еще вопросы тогда Кирилю Калакускину огромное спасибо и можно сразу же отчинить когда вы перейдете на следующий раз значит я готов встречаться каждый день как только будет новая информация но давайте мы проведем какой-то пройдет может быть две недели будут результаты реальных поставок военно обязанных воинские части вот большое спасибо вам за вопросы я постарался по крайней мере открыто на них ответить на эти вопросы вот еще раз еще хочу сказать я готов для диалога со всеми средствами массовой информации открыто через какое время результаты значит давайте неделя может быть через две через две с половиной после девятого это где-то в районе 28-29 июля когда у нас будет по крайней мере мы о чем-то можем говорить по практической поставке можно чекать правшую правду если что-то не организовывается начинается девятого числа девятого июля то есть вот Продолжение следует...